Здравствуйте, дорогие дачники! С вами программа «Дачный мир» и я, ее ведущая, Ирина Розаева. Выращивание рассады – увлекательное занятие, и сегодня я займусь пикировкой баклажан. Сегодня в программе рекомендации эксперта по пикировке баклажан и подкормке рассады. Чем опасны весенние солнечные ожоги для хвойных растений? Преимущество автополива – опыт специалиста. Как правильно обрезать яблони и не навредить им? Избавиться от грызунов на дачном участке будет просто, если использовать уникальные приманки. Даже в домашних условиях можно вырастить устойчивые сорта винограда из черенков. Что для этого нужно? Любая конструкция остекления возможна, если работу выполняют квалифицированные специалисты. Советы наших экспертов. В марте я посеяла раннеспелый сорт баклажан в акула, и сейчас появились сеянцы, которые нуждаются в пикировке. Для того, чтобы распикировать растения, контейнер нужно либо подсушить, либо пролить за сутки до пикировки, как я и поступила. Чтобы пикировать рассаду, нужны обязательно контейнеры, которые я заранее подготовила, потому что грунт, который находится в контейнерах, он обязательно должен постоять хотя бы сутки. Взять ту температуру, в которой находятся непосредственно наши сеянцы. Как заполняется грунт? Я вам всегда говорила, что для пикировки можно использовать контейнеры с дренажом. В качестве дренажа, если у вас нету керамзит, то можно использовать обычную туалетную бумагу. Перед тем, как изъять растения непосредственно из контейнера, необходимо в пересадочных контейнерах сделать отверстие. Баклажаны не любят травмирование корневой системы. Ну вот, контейнер готов для пересадки растения. Теперь основное за растениями. Баклажан – очень капризная культура. Нужно одновременно держать его за листочек и извлекать из грунта, в котором он рос. При этом следить, чтобы корневая система не разрушалась. Когда мы извлекаем сенец, то желательно, чтобы он был в грунте, как мини-контейнер получается из грунта, который в дальнейшем погружается уже в другой контейнер. Не разрушая земляной ком, мы присыпаем тем грунтом, который подготовили, и также поступаем со всеми другими сенцами. Сейчас я досыплю грунт. Грунт тот же самый, который я использовала при заполнении контейнеров, только он более суховатый. И подсыплю этот грунт в наши горшочки. Дополнительно можно выровнять грунт, если просто постучать по горшкам. Это удобнее для того, чтобы потом в дальнейшем полить растения. Заключительный этап в пикировке – это полив растений. Начинаем аккуратно по краю контейнера наливать дополнительно влагу, для того, чтобы сравнять влагу, которая уже была в контейнере, и увлажнить эту почву, которую мы досыпали. Рассада будет готова к высадке в грунт, либо в теплицу, как вы уже решите сами, когда у нее будет настоящих 10 листочков. Сейчас в городе проходят две замечательные выставки, на которой мы можем купить все необходимое для дачного сезона. А также на выставке можно встретить специалистов, которые посоветуют, как организовать автополив. Юлия и Сергей устали бегать с лейками и шлангами по саду, вместо того, чтобы наслаждаться природой. Поэтому супруги хотят установить систему автоматического полива. Профильная выставка – прекрасная возможность получить бесплатную консультацию квалифицированных специалистов. При планировании полива участка нужно, самое главное, обратиться к ландшафтному архитектуру. Только после кропотливой работы и распланировки участка, понимания того, где будет газон, где будет плодовая зона, где будут крупномеры, как что это можно будет полить. Только после этого нужно планировать систему автополива. Важно сделать ее независимой от центрального водоснабжения, подчеркивают эксперты. Воду можно брать из соседней реки или озера. Если такой возможности нет, пробурить скважину. Можно собирать воду с крыши дома. Для каждого растения подбирается оптимальный режим подачи воды. Современные пульты управления корректируют его в зависимости от температуры, влажности воздуха, наличия осадков и времени суток. Можно запрограммировать на месяц, даже до года, и не подходить к этому поливочному вопросу. Мы выиграем себе большое количество времени свободного. Какие-то новые технологии, которые очень облегчают жизнь действительно садоводам. Управлять системой полива можно, находясь в любой точке мира с помощью мобильного телефона. Все благодаря новинке этого года. Дает возможность управлять системой полива, следить за расходом воды, менять программы, нажать им всего лишь одной кнопки. Если вы хотите перепрограммировать, вызвать специалиста, это всегда стоит деньги. Можно это сделать самому, потому что в этом пульте есть программа, которая перенастраивает весь полив на либо пасмурную погоду, либо ясную погоду. И это вы можете сделать в любом месте, где есть интернет. Один раз потратив время и деньги на организацию автоматического полива, вы получите здоровые кустарники и деревья, цветущие клумбы без активного участия человека. Компания Грин. Установка всех видов систем автоматического полива. Для каждого участка мы разрабатываем индивидуальный проект. Используем технологии и материалы лучших мировых производителей. Подробности на сайте www.adefisgreen.ru и по телефону 248-37-11. Любая рассада требует питания. Питание мы даем с помощью определенных удобрений. И я сегодня буду подкармливать цветочные растения с помощью двух удобрений. Это кристаллическое удобрение Aquamarin Junior и второе удобрение Florist. Это жидкое удобрение, которое содержит микроэлементы в хилатной форме. Перед подкормкой необходимо обязательно полить все растения, для того, чтобы подкормка не вызвала ожога корневой системы. Первая подкормка будет с использованием флориста. Рабочий раствор готовится каким образом? Потребуется мне литр воды и минимальное количество удобрения, буквально полмиллилитра. Литр на полмиллилитра препарата готов. Теперь этот раствор переливаем в лейку и устраиваем подкормку нашим цветочкам. Можно смешивать несколько препаратов одновременно и использовать комбинированную подкормку. Но я же хочу поступить иначе. Использовать буду флорист на половине рассады, а следующую половину буду подкармливать другим препаратом. Второе удобрение Aquamarin. Оно в кристаллической форме и продается в пакете по 20 грамм. Подкармливать этим раствором можно не только цветочную рассаду, но также подходит для подкормки овощных культур, декоративных, плодовых. Это удобрение помогает растениям повышать иммунитет и сопротивляемость к различным болезням и неблагоприятным факторам среды. При выращивании рассады наступает момент, когда она начинает вытягиваться. Мы бежим в магазин и начинаем покупать различные препараты. И эти препараты используем, но они ни капельки не помогают нам. Но я вам хочу предложить совершенно другой способ. Исследователи давно доказали, что если легко прикасаться к растениям, к ее наземной части, она выделяет этилен. Этот летучий газ является регулятором роста. И благодаря этилену у нас вырастает коренастая рассада. Мы все знакомы с действием этилена. Благодаря ему ускоряется созревание овощей и фруктов. Так, для того, чтобы получить зрелый томат, необходимо его поместить в вазу, где есть зрелые яблоки или бананы. А ведь яблоки и бананы являются знакомыми вам поставщиками именно газа этилена. Дорогие дачники, напоминаю, что в течение всего месяца проходит новый фотоконкурс «Рассада для дачи». Для участия в конкурсе присылайте свои фотографии на электронную почту конкурссобака.трк.дефесттера.ру с пометкой «Рассада для дачи». Обязательно указывайте фамилию, имя, отчество, ваш возраст и телефон для связи. Главный приз конкурса – 15 сеансов в соляную пещеру. Каждый, у кого есть на участке хвойное растение, хоть раз в жизни этого хвойного растения сталкивался с проблемой. Солнечный ожог. Как он возникает? Когда запускается процесс фотосинтеза, то первое, откуда берется влага для растения, конечно же, из хвои. Потому что корневая система еще находится в замерзшем состоянии. И благодаря тому, что влага уходит на процесс фотосинтеза, хвоя превращается в такую рыжую красавицу. Но это не проблема, как я обычно говорю. Невозможно спасти только то растение, которое было срублено, ну, например, к Новому году. А хвойные растения, так же, как и лиственные, их можно восстановить. И для этого существуют разные способы. Но сначала я хотела бы вас предупредить. Для того, чтобы не получало растение солнечные ожоги, необходимо принимать определенные меры. Нетканный материал плотно вошел в нашу дачную жизнь. Мы его используем многогранно. Этот же нетканный материал можно использовать для того, чтобы в зимний период, до схода снега, укрывать растение именно нетканым. Кроме нетканого материала можно использовать многослойную марлю, можно использовать мешковину. Самое главное условие, когда вы укрываете ваше растение, необходимо, чтобы между укрытием и растением циркулировал воздух. Нельзя плотно прижимать это укрытие к растению. Это тоже пагубно сказывается в дальнейшем на растении. До использования любых препаратов для обработки вашего растения необходимо сначала щёточкой убрать мёртвую хвою. Если хвоя не счищается, ничего страшного. Потом она автоматически сама отпадёт. Когда вы счищаете хвою, всегда подкладывайте руку под веточку. Ветка живая, я вам об этом уже сказала. Мёртвая только хвоя, поэтому-то мы её и счищаем. В качестве спасителя выступает ипин экстра. Необходимо взять его небольшое количество на литр воды. Как всегда, опрыскивание с нижней части начинаем, потом верхнюю часть. И так каждую часть нашего растения. Ипин – это не единственный препарат, который потребуется для этого растения. В следующий раз необходимо будет использовать циркон. И циркон использоваться должен буквально на следующий день. И вы должны запомнить, что цирконовые уже обработки должны быть как минимум 4 с интервалом в 7 дней. Ихту мы спасли, а сейчас едем спасать плодовый сад. Анатолий Николаевич, я вижу, основание обгрызано нашими любимыми мелкими насекомыми или вредителями. Я тут не досмотрел, как бы надо было снежок отаптывать, а я, видимо, маленько поленился. То есть профилактика для того, чтобы не грызли, надо обтаптывать, да? Да, вот видите, в принципе, приемов в борьбе с мышами много. Ну, например, раскладывание приманок отравленных, да? Самый простой способ. Там обворачивание ствола материалом укрывным. Я считаю, что самый надежный способ в борьбе с мышами – это дедовский способ, это отаптывание снега вокруг ствола. То есть регулярно посещать дачу и уплотнять снег. После каждого обильного снегопада нужно бывать на даче и отаптывать вокруг саженца или посаженного растения снега. Но если, значит, мыши все же повредили, то есть они вот в основном-то яблони уважают, другие культуры они редко трогают как бы, а вот яблони они уважают. Надо замазать варом, а вот если они иной раз на практике, я встречал, что приезжаешь в сад и полностью в круговую, и на уровне там 40 сантиметров все подъедено как бы мышами, то тут уже существует способ такой, что надо прививать мостики, да, то есть переходные. А вы когда-нибудь делали эти мостики? Да, и спасали. Спасали, да? Такие уже 15-летние яблони, в принципе, уже спасали, да. Значит, вот мы уже стоим около яблони, которой, ну, где-то лет 16, наверное. Вот, значит, здесь уже формирующая обрезка в свое время была сделана, уже и регулирующая обрезка была сделана. После сильной обрезки всегда возникают волчки. Вот они, видите, уже как бы заложили цветковые почки, эти волчки. Но они растут вертикально. Вот мы его удаляем. Значит, этот волчок мы тоже удаляем с пилом на кольцо, да. Волчок тоже удаляем. Ну, на эту яблоню у меня в свое время были привиты еще новые, другие сорта. Другие сорта. Ну, в целях сохранения черенковой базы, ну, и посмотреть, что за это, за сорта, в принципе. То есть они вот уже, видите, какие. Вот она, прививка была сделана. Вот уже скелетные ветки выросли. Вот эта ветка, опять же, вглубь кроны, да, мы ее по кольцу срезаем. Далее мы срезаем, что вот волчок в свое время вырос, мы его тоже убираем. Значит, здесь вот тоже прививочка была сделана. Вот она внизу, вот она пошла. И пошла вот она, видите, параллельно центральному стволу. Поэтому ее тоже надо ограничить с переводом на боковую ветку. Осталось разобраться только верхним ярусом. Надо дерево в росте ограничить. Вот. Перевести на, больше на периферию, осветвляя центр, центр крона. Ну, вот мы провели обрезку, и вот после этой обрезки она вот должна вот такой вид. Соседство с грызунами не терпит даже самые дружелюбные дачники. А как бороться с грызунами, подскажет эксперт нашей программы Василий Полевой. Передаю ему слово. Как говорится, хорошо то, что качественно. Здравствуйте, уважаемые дачники. Продолжаю разговор о борьбе с грызунами. Обращаю ваше внимание на зерновую приманку против крыс на основе пшеницы. Эта приманка содержит в себе кроме зерна и действующего вещества специальные привлекатели и универсально подходит как для мышей, так и для крыс. Выпускается приманка против крыс в банке весом 250 грамм. Специально для крыс созданы тесто-брикеты против крыс. Крысы более избирательны в корме, чем мыши. Часто едят различные мягкие, а не только жесткий корм. На это и рассчитаны тесто-брикеты. Также специально для борьбы с крысами предназначена новинка этого сезона – приманка в форме геля – Апсалон Гель. В ней учтены пищевые предпочтения именно этих грызунов, так как гель – это концентрированная форма воды, а вода – крысам, в отличие от мышей, необходима в достаточно больших количествах. Кроме того, в гель добавлены специальные пищевые привлекатели. Апсалон Гель выпускается в тубе 100 мл. Он наносится по 20-30 грамм на подложки и раскладывается в местах частого появления грызунов. Гибель наступает через 3-7 дней. Если вы не знаете, какие вредители вам досаждают, воспользуйтесь средством УНИК. Оно представляет собой готовый к применению контейнер с двумя секциями, в одной из которых содержатся гранулы, а во второй – специальный гель. Для крыс крайне необходима вода. Она содержится в УНИКе в форме геля, а мыши же практически не пьют. Для них во второй секции размещены гранулы. Причем гранулы парафинированные, что защищает их от влаги и плесневения. Позаботьтесь о своей безопасности и обеспечьте себе комфортную работу и отдых на ваших приусадебных участках. Василий Полевой. Даешь урожай в тоннах. Компания «Зеленый остров» представляет средства борьбы с насекомыми, грызунами, вредителями и болезнями растений от производителя. Телефон 955-09-30. Красивый виноградник – мечта каждого садовода. Я сегодня у Виктора Борисовича Климанова. Он много лет выращивает различные устойчивые сорта винограда. Здравствуйте, Виктор Борисович. Здравствуйте. Виктор Борисович, расскажите, пожалуйста, как вот сейчас весной высаживать виноград? И можно ли его реально вот сейчас высаживать? Ну, я считаю, что торопиться с виноградом совершенно не стоит, так как мы рекомендуем пользоваться виноградом, у которого срок созревания, ну, не более 115, ну, 125 дней. То есть вы сами посчитайте, если вы в мае посадите, в сентябре у вас 100% вызрит такой виноград. На что нужно обратить внимание? Саженцы у нас хранятся в подвале при температуре плюс 2, плюс 4 градуса. Влажность 96%. Вот такая вот корневая система должна быть. Вот мы её уже осенью обрезали, просто мочка вот эта, она не нужна. Вот отсюда пойдут боковые корни второго порядка, и то есть вот корень очень и очень хороший. Для того, чтобы развивалась, то есть мы пользуемся поначалу или гетроуксином, или же корневином. Впоследствии мы для образования корневой системы уже пользуемся таким препаратом, как радиофарм. Двое суток напаивается растение, и дальше вы составляете субстрат. Да, мы составляем субстрат. Самое важное – это субстрат. Конечно, конечно. Субстрат – самое главное, чтобы в замкнутом объёме было больше влаги. В дальнейшем, вот как готовить субстрат, Лена, вот, поможет, сейчас она покажет, как смешивается, примерно в каких пропорциях. Сейчас уже скоро посадочная работа, осталось совсем немного времени, нам надо саженец подготовить к посадке. Я уже приготовила заранее торф. Все ингредиенты мы берём в равных долях. В равных? Да, здесь 8 совков торфа, соответственно, мы добавляем 8 совков. Это у нас кокос, уже приготовленный брикеток, который можно купить в любом начальном магазине. Мы будем использовать перлит. Тоже в облаженном состоянии. Да, да, да. Но, в принципе, вот этого состава будет достаточно для того, чтобы растение дожило до посадочных работ. Виктор Борисович, а всё-таки вот эта смесь, которая составляется из разных частей, ведь явно каждая часть за что-то отвечает? Само собой, каждая часть за что-то отвечает. Самое основное – это чтобы растение не пересохло. За это отвечает перлит. Кокосовая стружка за что отвечает? Кокосовая стружка отвечает за то, чтобы и контейнер был полегче, рыхлая была земля, легко развиваться в корневой системе. Теперь всё это хорошенько перемешаем. Давай, по-моему. Как салат. Так, и теперь нам понадобится, конечно же, контейнер. И теперь мы на дно насыпаем сухой пермит. Поскольку у нас здесь будет находиться самое важное, то, что есть в растении, его корневая система, мы сюда, конечно, добавим удобрение. Циолит. Циолит. Агроруда. Всё. Теперь мы ложечку нашего чудесного раствора положим. Вот основание корня. И теперь мы можем достать уже саженец приготовленный. Да, вот мы достаем саженец. Саженец уже подготовлен. Корешки. Ну, это были осень обрезаны. Можно сейчас чуть-чуть корешки снова обновить. Ну, сантиметр-два тут роль не играет. Погружаем в контейнер. Расправляем корневую систему. Конечно, обязательно. На практике всё, конечно, делается гораздо быстрее. Сейчас небольшой секрет мы раскроем. Всё. Мы посадили наш саженец в наш контейнер. У вас это может быть импровизированный контейнер из баклажки. И теперь раскрываем секрет, о котором мы обычно всегда говорим нашим покупателям. Мы сажаем наш саженец, уже когда грунт, придёт время сажать, прямо в контейнере. Обрезаем дно и ставим саженец прямо в контейнер, приготовленную заранее ямку. Всё. Ямка должна быть глубиной 70 сантиметров обязательно. На одной яму мы насыпаем 10 сантиметров керамзита. Как мы решили, это более предпочтительный вариант. Далее мы насыпаем смесь, ещё раз и смесь насыпаем. Из грунта, который мы снимаем во время копки ямки. Плодородный слой грунта. Да, плодородный слой. Песок мы используем. Обязательно добавляем залу. И... Ну, если можно, то немного... Перегноя. Перегноя. Прям буквально... Но ни в коем случае не... Литр... Да, литр-полтора, не больше. Золы, может, гораздо больше. И ещё раз мы отмечаем то, что надо ставить трубку, которую производить полив. Трубка эта ставится на керамзит и сверху поливается. Можно там капельную систему поставить, можно просто из клейки поливать. То есть это, чтобы питание шло к корням. Не сверху проливалось. Потому что сверху проливаешь, корни идут к питанию наверх. А мы, как бы, корни заставляем идти вниз. Желание сэкономить на остеклении может привести не только к дополнительным расходам, но и к полному разочарованию. Передаю слово нашим экспертам. Остекление балконов и лоджий – первый шаг к преображению вашего дома. Установка пластиковых конструкций обеспечит не только защиту от осадков, но и сохранение тепла в помещении и превосходную звукоизоляцию. Мы, когда купили квартиру, к сожалению, у нас на балконе был просто откромичен. В том плане, что у нас стояли старые-старые рамы, полуразбитые стекла. И прожив год с детьми в этой квартире, мы поняли, что нам просто необходим ремонт. И после того, когда я решила, что все, мы точно делаем ремонт на балконе, с выбором фирмы я определилась мгновенно. Я в делах люблю четкость, конкретность и практичность. Я заказывала все под ключ со встроенными шкафами. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась. У нас новый красивый качественный балкон, широкие подоконники, где я летом могу поставить цветы, которые я люблю разводить. У меня дочка ставит свои фигурки. И мы вообще безумно счастливы. Спасибо вам большое. Многие компании предлагают не только остекление балкона, но и его отделку и утепление. Срок эксплуатации зависит от качества исходных материалов и соблюдения технологии. Важно выбрать надежную фирму, которая воплотит все ваши задумки. Я выбирала балкон по рекомендации знакомых. Купили квартиру. Балкон был в страшном состоянии, поэтому мы решили, как эстетично его преобразить. Приехал специалист, замерил балкон, посчитал, сколько будет стоить. Помог мне в выборе материала, внутренней отделки, подобрать цвет, дизайн. Меня все устроило и в цене, и в качестве. Сейчас все большую популярность приобретает услуга по увеличению балкона. Сегодня технологии позволяют расширить полезную площадь на 40 сантиметров. А если к заказу прилагаются приятные бонусы в виде рассрочки и скидок, это двойная выгода. До конца месяца скидки до 50% на все. Энергосберегающий стеклопакет и шкафчик в подарок. 275 60 72. 221 78 33. 12 апреля Иван Листвичник. Считается, чтобы избежать неурядиц, необходимо соблюдать осторожность во всем. Тем не менее, в этот день выпекается печенье, особенное печенье в виде лесенки для каждого члена семьи. Причем, количество ступенек у лесенки должно быть непременно 12 по количеству месяцев в году. С вами была программа «Дачный мир» и я ее ведущая Ирина Розаева. Продолжение следует... Продолжение следует...